Привет! В эфире телеканал МОСТ, международный образовательный студенческий телеканал. Я Анастасия Давыдова, и сегодня мы покажем вам жизнь Петербурга такой, какой видят студенты журфака. А начнем традиционно с выпуска новостей. Смотрим! Всем привет! В эфире «Самое время» и я, Артем Толкачев. Как говорил известный мультгерой Почтальон Печкин, в наше время главное украшение стола что? Телевизор. И раз главное украшение стола у вас уже есть, то можно начинать праздновать, потому что 21 ноября – Всемирный день телевидения. А пока вы празднуете, самое время рассказать о самом интересном. В этом выпуске. Песня в честь юбиляра. Камерный хор Смольного спел для универсантов. Как решить вечный спор технарей и гуманитариев? Объединить их? Эрмитаж, репортаж и селфи. В самом крупном музее Петербурга прошел медиаконгресс «Диалоги». Высоцкий под куполом Исаакия. Хор Смольного собора сделал СПБГУ музыкальный подарок. Подробности в сюжете Юлии Липатовой. В Исаакиевском соборе поют в честь СПБГУ. Такой своеобразный подарок университету сделал Государственный музей-памятник и каверный хор Смольного. Самые трогательные композиции русской духовной музыки и популярные произведения. Сегодня будет все для юбиляра. В теплой обстановке, где все свои. Череда подарков Санкт-Петербургскому государственному университету продолжается. 290 – цифра немаленькая. В УЗ уже поздравили Михайловский театр, Петродворец и Эрмитаж. Подарок с другого берега Невы передал и Исаакиевский собор. Когда наши посетители, а их в год уже бывает до трех миллионов человек, поднимаются наверх, то они хотят того или не хотят, вынуждены сосредоточиться и сфокусировать свой взгляд на здании 12 коллеги, на здании филфака. 45 минут живого исполнения. Казалось бы, светская музыка в храме неуместна, но атмосфера событий была до того душевной, что некоторые слушатели даже проронили слезу. Юлия Лепатова, Владимир Лушин, самое время. Кстати, лучший вуз города продолжает развиваться. Хотите одновременно изучать английский, искусствоведение и химию? Возможно, студентам из ПБГУ скоро это удастся. О новых подходах к образованию узнала Анастасия Вовк. По версии журнала Times, 16 из 20 лучших университетов мира преподают по принципу либерального образования, когда студенты сами выбирают предметы, которые хотят изучать. СПБГУ пока не входит в число этих вузов, но все может измениться. Именно на базе этого университета в 2011 году появился первый в России факультет свободных наук и искусств. Он обучает по европейской системе, предметы на выбор и двойной диплом российского и западного образца. На конференции актуальные основания современного образования обсудили плюсы и минусы такого подхода. Сейчас наша задача выстроить современные модели профессионального образования, которые бы одновременно с социализацией, с развитием личностных качеств, готовила бы людей к профессиональной деятельности на высоком уровне. Считается, что будущее за либеральным образованием и совмещением естественных и гуманитарных предметов. Но сочетается ли узкая специализация и широкий кругозор, пока сложно сказать. Селфи в Эрмитаже? Могу, умею, практикую, говорят участники Медиаконгресса. Какие еще уникальные возможности предоставит форум «Диалог культур» вы узнаете совсем скоро. В мраморном зале зачекинилась Нина Гончаревская. Три дня, 300 участников из разных стран. Медиаконгресс уже в девятый раз становится уникальной площадкой для обмена опытом между журналистами Европы и Азии. Самой молодой участницей форума стала студентка факультета политологии Анастасия Фролова. В свои 18 она уже знает, какую профессиональную нишу займет в будущем. На самом деле я 4 года занималась в Евразийской медиалаборатории. Можно назвать это школой молодых журналистов. И в последнее время я больше всего писала о политике. Но молодым акулам пера уже недостаточно разбираться только в одной теме. Какие качества сегодня ценятся журналисти, знают более опытные коллеги. Первая чувствительность – это вербальная чувствительность. То есть он должен чувствовать слово. Если ты не чувствуешь слово, в журналистике делать нечего. Даже если вы обнаружили у себя все составляющие идеального работника, не торопитесь забывать про университетские занятия. На самом деле студенты должны учиться. Вот эти ранние уходы с учебы на работу, выполнение каких-то функций, они неправильные и они неверные. Трудно не согласиться с именитым коллегой. Хотя для подготовки этого сюжета нам пришлось пропустить пару. Нина Гончаревская, Евгений Горяев, самое время. Все лучшее студентам. В СПБГУ собираются построить новый корпус общежития, который обещает быть не только комфортабельным, но и многофункциональным. В этом году правительство Петербурга выделило для СПБГУ участок на Васильевском острове площадью в 66 тысяч квадратных метров. На нем будет построен комплекс общежитий и спортивно-оздоровительных сооружений. Сейчас правительством Российской Федерации на проектирование, которое должно завершиться в 2015 году, выделена сумма в 100 миллионов рублей. Мы предполагаем, что на этом участке мы сможем построить общежитие вместимостью примерно от 7 до 10 тысяч мест. По предварительным оценкам, строительство нового кампуса обойдется городу в 16 миллиардов рублей. Но для многих студентов СПБГУ новый комплекс станет спасением. Большинство факультетов вуза расположено в городе, а основной судгородок на 7 тысяч мест находится в Петродворце. На этом у нас все. Встретимся на следующей неделе. Пока! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это хобби нашего гостя. Кастом-слово сложное и непонятное для нашего телезрителя. Дима, поясните, пожалуйста, что же это все-таки такое? Честно говоря, если мы возьмем вот все, скажем так, наше сообщество самоделкиных, в это слово каждый вкладывает какой-то свой определенный смысл. То есть для кого-то это пару финтифлюшек переделал, это кастом. Потому что, да, это уже не полноценное заводское изделие. Это то, чем человек приложил какие-то свои руки, свою какую-то идею, сделал что-то свое. Мое отношение к подобным вещам больше складывается из того, что это то изделие, которым максимально человек сделал что-то своими руками. Возьмем велосипед. Ну, предположим, он сделал сам действительно раму. Полностью он ее нарисовал, сам построил, либо там заказал у кого-то. Но в первую очередь это должна быть его собственная концепция и идея. То есть получается, что кастом – это как бы такая доделка, небольшая переделка уже готового велосипеда. Если мы возьмем кастом в американском понятии, то это любое изделие, к которому притронутся рука хозяина. Возьмем там, предположим, известного всемирно производителя американских мотоциклов – чоперов, круизеров. У них есть каталог деталей, порядка 6-7 тысяч наименований. Любую из этих деталей можно заказать и, в принципе, безболезненно, не используя какой-то специфического инструмента, установить там на свой мотоцикл. Вот в их понимании вот это вот нахрамуленное чудовище, которое в конечном итоге получается у большинства тех, кто не совсем, скажем так, в теме, это вот называется кастом. Мы, предположим, наши финские коллеги больше склонны к тому, чтобы максимальное количество изделий было именно сделано вручную, своими руками, заказанное где-то, но тем не менее, чтобы это было действительно индивидуальное и уникальное изделие. Мы не фирма, не организация, мы велоклуб в первую очередь. Да, у нас есть мастерская, но мастерская в первую очередь служит для того, чтобы мы там могли делать велосипеды в первую очередь для себя. Да, конечно же, мы помогаем людям, которые катаются с нами, либо приходят и просят, ребята, вот у меня есть идея, сделайте. То есть мы таким, как правило, не отказываем. Но тем не менее, в первую очередь мы именно велоклуб. Возвращаясь к вопросу кастома, я в это вкладываю то, что я лично сделал для себя сам, либо для кого-то другого. На заметку любознательному телезрителю. На одежде нашего гостя вы видите крест, ставший по всему миру символом байкеров и кастомайзеров мотоциклов и велосипедов. Перенет у американских военных летчиков после Второй мировой войны, когда в США, собственно, и возникло байкерское движение. Кастом все-таки слово «заимствовано». А есть ли какой-то аналог в русском языке? Ну, есть достаточно забавное слово касательно, предположим, велосипеда или мотоцикла, сделанного своими руками. Называется самовар. Почему бы нет? Хорошо, скажите, пожалуйста, вот такое явление, как кастом, насколько оно вообще популярно и много ли приверженцев, так сказать, вот таких вот особенных, нетипичных велосипедов? Ну, четыре года назад я, грубо говоря, катался вообще там один. Мне потребовалось где-то порядка полугода, чтобы познакомиться с теми ребятами, с которыми мы сейчас, собственно, и занимаемся клубом, мастерской, организовываем мероприятия наши под эгидой Айрон Виллса и так далее и тому подобное. Сейчас, в принципе, клубов в Питере, ну, уже как минимум два. Клубов в России, их уже, наверное, с десяток. Тех, кто, в принципе, проявляет интерес к подобным вещам, их там, ну, на порядок больше. Если я правильно вас поняла, то кастом велосипедов – это создание уникального двухколесного друга. А существует также и кастом автомобилей. Это модификация старинной модели. У нас есть, кстати, и материал на эту тему. Давайте мы его посмотрим, а после сразу вернемся в студию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Профиль теперь смотрит на профессию со всех ракурсов. Профессию, в которой закручивать гайки – обычное дело. Здесь из груда металла делают произведения искусства. Профессия для аннушек, разливающих масло. Кастом – наша новая цель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Здравствуйте. Меня зовут Анна. Программа «Профиль». Здравствуйте, Анна. Пойдемте, покажу вам, что такое кастом. Кастом – оформление или полная переделка серийных моделей автомобилей или мотоциклов. Зародился в 30-е годы 20-го века в Америке. Так, это что? Это у нас «Триумф», модель Т-3, 57-го года выпуска. Подготовительные кузовные работы мы по нему уже закончили. Теперь мы будем шкурить клея. И я этим тоже займусь? Конечно. Какой детали? Это крыло. Здорово. Ну, я пошла тогда. Мы здесь собрали мастеров, которые каждый в своей области, специализируясь, делают автомобили так, как невозможно сделать их, купив комплектующие где-то в магазине. Люди отбираются очень долго, очень старательно и требовательно, потому что фронт работы, он требует максимального опыта, концентрации и действительно нестандартного подхода к реализации. Так, Анна, это Александр, наш мастер. Здравствуйте. Александр, это Анна. Сегодня тебе будет помогать нашим чудесным автомобилем. 9 сентября 2011 года в Петербурге открылась мастерская «Уайлд Сайд». Здесь делают лучшие в России кастом-кары. Александр, мне Данил сказал, что я сейчас буду шкурить. Это что значит? Это значит, машина перед покраской шпаклюется, у нее все неровности уводятся, а потом шпаклевка шкуркой зашкуривается для придания гладкой поверхности. Это вот как раз инструмент? Это инструмент. Берется и шкурится. Ага, можно я попробую? Да. Более-менее нормально. Теперь с машинкой попробуем. Блин, какая вибрация! У меня от этой штуки прям какое-то покалывание. Я не знаю, это, наверное, не больно, но вот что-то такое очень неприятное, странное, по крайней мере. Ну, это дело привычки. Мне нравится заниматься именно с автомобилями, сказать, большого возраста, со старыми автомобилями. Сейчас все идут на поводу потребителей, а тогда вот люди думали о какой-то вот красоте. Без души можно делать современные автомобили. Там все просто. Там, грубо говоря, снял деталь, поставил деталь. А восстановление автомобиля – это все-таки творческий процесс. Ну, одень ты, потом успеешь снять. Давай, тебе сейчас нужно попробовать просто. Пильни хоть что-нибудь. Болгарка. Угловая шлифовальная машина предназначена для резки по металлу. В нашу страну инструмент попал из Болгарии. Режет, как будущее видит. С этими нервными. Давай, 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 давай. Давай. Спокойно. Подвести сразу, да? Не напрягаемся, да. Подвести сразу, да? Да, пальцы туда не ставь. Давай. Где у нас ремень? Так, все, я отделаю сейчас. Отлично. Практически так и сделаем. Я не могу работать в таких условиях. Мне больше нравится работать с металлом, потому что, в принципе, это и определяет форму автомобиля. Иногда не столь важно, как он едет. Он может стоять на выставке, может стоять где-то там в шоу-руме. Но внешний вид его определяет все. Вот это специальные перчатки, они называются Крайги. Вот это пистолет, он используется для сварки. А это маска. В ней себя чувствуешь Дартом Вейдером. Сварочные краги, перчатки из плотного материала, защищают руки от виск и брызг расплавленного металла. За маникюр и бархатистость кожи рук ответственности не несут. Первый раз в жизни буду варить. Пошла. Я варю, я варю не борщ, я варю машину. Мне все больше и больше нравится, я к вам приду. Буду вам помогать. Договорились. Помощники нам нужны. Не, стоп, стоп. Нужно, нужно ближе, ближе подносить. Да, вот где-то так, да. Нравится. Отлично. Просто отлично. Я молодец. Мне так сказали. Ну, скажем, как-то так. Как-то так. Я надеюсь, это вам очень понравилось. Да, очень. Ну, вот мой шов. Сварочная работа закончена. Замечательно. Только никому это не показывается. А мне нравится это стильно. Пойдем туда дальше. Покажу еще кончено. Ага. Станислав, отвлекись. Здравствуйте. Познакомься, Анна. Здравствуйте, Анна. Сегодня она будет твоим подчинением. Станислав, наш мастер по моторам. Он тебе расскажет, как собрать двигатель. Ух ты, здорово. Давайте попробую. Ну, оставлю вас наедине. Так. Смотри, сейчас мы будем собирать поршневую группу. Так. В данном моторе. Для этого нам нужен шатун, поршень, набор колец, палец и два стопорных колечка. Шатун. Деталь кривошипно-шатунного механизма, соединяющая поршень с коленчатым валом в двигателе автомобиля. Помни, от детали до медведя один шаг. Что, прям туда руки ссуешь? Прям туда ссуешь руки и смазываешь. Достаточно грязная работа, но как раз для Анушек, которые любят разливать масло. Причем, работа по мне. А если пыль попадет в масло, что будет? Плохо. Будут задиры, будут царапаться поршня. Я сломала. Вот так вот. 16-клапанный оппозитный мотор от Альфа-Ромео, объемом 1,7 литров. Нет проблем. Очень многие люди, которые могут себе позволить дорогие машины, у них есть. У нас по городам ездит очень много, там, к примеру, Porsche Panamera. А таких машин нету. И люди, им интересуются, потому что они могут удивить кого-то, у кого есть тот, к примеру, Porsche. И на них будут смотреть и обращать внимание. Поэтому оно пользуется успехом, такие автомобили. Что это, теперь все отмылось? Мы долго запрягались, зато поедем быстро. С вами профиль меняла Анна Гонтрима. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok